Ольга Валерьевна, какова-то сегодня эпидобстановка? Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике на сегодняшний день остается стабильно напряженной, находящейся под контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления. На 23 ноября 2020 года на территории Республики зарегистрировано 244 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 50 случаев являются случаями носительства. Для столицы Республики характерно наличие 117 случаев и большое количество случаев нам дал и подъем, в том числе и по численности новых случаев выявлено групповое заболевание в Алюкминском районе, 27 случаев. На настоящий момент в психоневрологическом интернате, который находится в ведении Министерства труда Республики Сахая-Кутия, проводятся все мероприятия по усилению работы по дезинфекции зданий, по лечению больных и, соответственно, по локализации возникшего группового очага. Необходимо обратить внимание на то, что также по 8-7 случаев зарегистрировано в Сунтарском и Вилюйском районе. В остальных районах Республики от 6 до 1 случая практически во всех. И необходимо для жителей ряда районов обратить внимание на следующие позиции. Мы прекрасно понимаем, что действительно достаточно сложно какие-то определенного рода мероприятия, которые в жизни вашей происходят, проводить с меньшим количеством народа. Но, тем не менее, в ряде районов, таком как Усмайском, зарегистрированным вновь групповой случай связан с совместным семейным мероприятием. На что обращаю особое внимание, и особенно не только на Усмайский район, а в целом на организацию различного рода семейных мероприятий везде. Поэтому еще раз хочу на это обратить особое внимание. На территории Республики за последние сутки зарегистрировано два летальных случая. На лабораториями за сутки воскресенья было сделано 3787 исследований. Необходимо обратить внимание, что в том числе снижение количества исследований, связанное с тем, что в ряде районов Республики и в городе Якутске начали применяться и нелабораторные способы исследования, и, соответственно, по ним пойдет, безусловно, отдельная статистика. Сегодня, в своем брифинге в понедельник, я бы хотела обратить внимание на ситуацию, вообще сложившуюся по тем категориям больных, которые есть в наших больницах. К сожалению, очень многие дети, а может быть, родственники, достаточно часто забывают о своих одиноких родственниках. И сегодня у нас появились случаи, когда в тяжелом состоянии приводят одиноких родственников. И поэтому огромная просьба, пожалуйста, вспоминайте. Чаще звоните своим родителям, старшим братьям и сестрам. Им в любой момент может понадобиться как ваша помощь, так и помощь в учреждении здравоохранения. Наши учреждения здравоохранения работают в том же достаточно четком, понятном уже всем алгоритме действий. Ряд учреждений здравоохранения изменяют свой порядок работы. Так, в порядке эксперимента на базе поликлиники номер 3 организуется полный цикл непосредственно диагностического центра. Но в скором будущем мы ждем открытия дополнительной лаборатории в поликлинике номер 1. И так, по каждому учреждению происходит плановая работа. Тем не менее, и все медики сегодня обращаются ко всем жителям республики. Берегите своих родственников, особенно старшего поколения. Они готовы вас лечить, но очень просят, чтобы им было хотя бы немного, но полегче. Редактор субтитров А.Семкин